Праздник целый день. 79-й День Победы Гродно отметят с размахом и в режиме нон-стоп. Начало в 10 утра с акции «Беларусь помнит». В 10.30 пройдет церемония возложения цветов к памятнику погибших советских воинов в парке Желебера. Далее – марш правнуков победителей в районе улиц Социалистической и Держинского. Курсанты военного факультета Купаловского вуза проведут плацконцерт. Будут работать торговля, тематические выставки и концертные площадки на протяжении всего дня на площадях Ленина и Советской. Вечером для горожан и гостей Гродно выступит группа «Любе». В 21.55 пройдет акция «Споем День Победы вместе». А в 10.00 вечера небо нашего города раскрасит яркие победные огни салюта. Милиция Гродничины будет вести усиленный режим, чтобы обеспечить безопасность. В местах празднования Дня Победы для прохода граждан будет организовано 60 пунктов пропуска. Обеспечивать правопорядок будут свыше 600 сотрудников. Большой поток людей ожидается на площади Советской во время выступления группы «Любе». Для того, чтобы на контрольно-пропускных пунктах не образовывались очереди, рекомендуют приходить заранее. В местах проведения массовых мероприятий запрещается проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, наркотические вещества, взрывчатые вещества и боеприпасы, а также их муляжи. Не являются исключением колючие, режущие предметы, а также любые другие предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда здоровью. В местах проведения мероприятий запрещено использование различного рода экстремистской символики и атрибутики. Гости к празднику в состоянии алкогольного и наркотического пьянения на мероприятия допущены не будут. Также мы настоятельно просим граждан в случае обнаружения бесхозных сумок, пакетов или иных подозрительных предметов не предпринимать какие-либо действия самостоятельно, а сообщить об этом ближайшему наряду милиции, либо по телефону 102. Телеканал «Гродно плюс» будет вести прямые трансляции в эфире телевидения и на своем YouTube-канале с празднования Дня Победы. Самые яркие и знаковые моменты, те, кто не сможет прийти лично, увидят на своих экранах с 10.00 до 12.00 торжественную часть и с 19.15 до 23.00 вечерний концерт и салют. Ссылки на трансляцию можно найти в нашем телеграм-канале.